Друзья, доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. У нас сегодня в онлайн в гостях Андрей Шихов, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНЮ. И поговорим мы сегодня про смерч. Давай мы сначала поздороваемся. Узнаем Андрей, слышит ли нас и видит ли нас, вообще есть ли связь. Андрей, доброе утро. Бобоко, слышал, видел. Вот, прекрасно. Давным-давно я слышал новость, наверное, пару лет назад точно, о том, что пермские ученые получили грант и начали изучать смерчи. Тогда же, в этот же момент, где-то говорили, что пусть и на территории Пермского края, но где-то у соседей, в Башкирии, по-моему, прошел чуть ли не один из самых крупных смерчей за последнее время, который был отфиксирован каким-то образом учеными и даже снят на видеокамеру. И вот сейчас до нас доходит новость, что коллектив ученых из России, Румынии и Германии опубликовали фундаментальную научную работу, посвященную климатологии смерчей в Северной Европе. Я так понимаю, что ученые из России, это как раз вы и специалисты Пермского классического университета. Нет, здесь большинство авторов из России, то есть руководитель этого коллектива и, в общем-то, большинство участников, они из Москвы. Есть у нас такой институт физики атмосферы, вот научный сотрудник этого института Александр Чернопольский, он, собственно, автор идеи и главный автор, собственно, базы данных и публикации. А его авторы, в том числе мы, занимались какими-то участками этой большой работы, то есть мы собирали какие-то отдельные массивы данных, скажем, вот я в основном занимался спутниковой съемкой, данными спутниковой съемки. А второй коллега из Перми, который у нас еще студент, Игорь Ажигов, он занимался мониторингом данных по соцсетям, по СМИ и, соответственно, опросом очевидцев. Но это далеко не вся работа. Допустим, участники из Европы, их роль состояла в том, что они ведут общеевропейскую базу, соответственно, они предоставили данные, которые были у них, а затем они свою базу заносят уже то, что было собрано здесь. Мне кажется, есть какое-то, не знаю, предубеждение, что смерчи в России не так часто бывают. Это так или все-таки, если посмотреть на протяжении... А уж на территории Пермского края, то это явление-то, ого-го, разовое, как будто бы. Или это неправда? Ну, это, с одной стороны, конечно же, неправда, потому что как раз эта работа, она доказала, что количество смерчей примерно в 10 раз выше, чем считалось ранее. Но если рассматривать с точки зрения конкретного человека, проживающего в конкретном пункте, значит, не особо уезжающего за его пределы, то вероятность увидеть смерч, она, в общем, достаточно велика. Да, хотя в разных районах струна она, естественно, разная, но, в общем, она примерно в 10 раз меньше, чем в наиболее смерчоопасных районах Соединенных Штатов. Опять же, не только из-за того, что, значит, у нас смерти меньше, у нас еще плотность населения все-таки, конечно, меньше, чем в США. Поэтому все разных фото, видеоматериалов оттуда, конечно, порядок больше, чем у нас. Я видел, что начиная с 10 века отслеживали смерчек. А как исторические можно отследить? Чисто по каким-то летописям? По воспоминаниям, которые занесли в книги метрические, я не знаю, там, какие их заносили в летописи? Ну, по сути, именно так. То есть, вот этим непосредственно Александр Чайнофийский занимался. Там в летописи были, значит, упоминания различных дихий, ураганов, где-то слово смерч, вообще смерч и торнадо, да, это одно и то же. Просто торнадо, значит, иностранный термин, смерч термин русскоязычный. И там, получается, вот эти упоминания, да, они действительно с 10 века были, но тут надо что отметить, что в самой базе данных у нас, там, 2900 без малого случая, 2879, и они имеют 4 уровня достоверности. Значит, high высокий, medium, средний, низкий, low, там, или very low, очень низкий. Соответственно, вот те данные, которые были из летописи, они, конечно же, в основном имели уровень достоверности low или very low, то есть, соответственно, минимальный. Если посмотреть на последние, скажем, ну, 5 лет, ведь были зафиксированы очень мощные смерчи, и вот даже сейчас наши телезрители имеют возможность видеть спутниковые съемки как раз следа, последа такого, а смерча, когда там с корнями вырывало деревья на достаточно серьезной территории. Да, когда крыши домов. Крыши домов в Италии вместе с коровами. Вообще, самые страшные смерчи, ну, по крайней мере, на территории Приками или России, какие-то выдающиеся, яркие, которые можно зафиксировать. Ну, здесь как раз можно отметить, наверное, таких 3 случая, которые получили наибольшую известность. Дело в том, что интерес к случаям смерчей, он как-то резко увеличился после того, как раз, когда такие выдающиеся случаи были. Первый — это знаменитый московский смерч, который прошел вообще недалеко от Кремля в 1904 году. Он был очень сильный, с очень большим охватом территории и большим количеством жертв, которые, к сожалению, точно задокументировано не было. Но имеет там по разным оценкам либо третью, либо четвертую категорию интенсивности из пяти. Самым сильным смерчем в России, из тех, которые нанесли большой ущерб, считается смерчем в Иваново. Это даже совершенно очень известная история, которая случилась 9 июня 1984 года. Там было несколько смерчей. Наиболее сильный из них прошел от Иваново до, соответственно, южной границы Костромской области. Там в общей сложности порядка 80 километров. И в ширину достигал на пике более километра. Как раз максимальная интенсивность его могли давать в Иваново. И там были страшные разрушения. Погибло по разным оценкам от 69 до 400 человек. Но здесь имело место неблагоприятное стечение множества факторов. То, что смерч случился в выходной день и прошел через дачные поселки и через кладбище. То есть там, где у людей, по сути, не было возможности спрятаться. Ни одного подобного случая по количеству жертв от смерчей в России за последние 50 лет не было. Не только из-за интенсивности, но еще из-за того, что он прошел через такую населенную территорию. И очень в неудачное время. Ну и вот из последних случаев наибольшую известность получил как раз Башкирский смерч 29 августа 2014 года. Он был, на самом деле, не так, чтобы на много средней Ивановского. То есть Ивановский четвертая категория, Башкирский третья. Но там было гораздо меньше пострадавших и погибших. Потому что, да, он разрушил несколько населенных пунктов. И частично, в том числе город Янулу пострадал. Но там была вот такая уже более серьезная состройка. Там тоже около ста домов были снесены практически до состояния неподвижащего восстановления. Но люди успели снова прятаться где-то в подвалах, где-то еще. И погибло только два человека. А скажите, вы говорили, что вы занимались исследованием больше спутниковых снимков. Это с какого года можно отслеживать именно смерчей? Как это делается? Какая техника? Да, вот это как раз многие считают, что это наиболее интересная часть нашей работы. Дело в том, что огромное количество смерчей, оно не фиксировалось из-за того, что проходило через малонаселенные районы. А у нас в России большая часть этих малонаселенных районов покрыта лесом. Если исключить тундру и арктическую зону, где смерчей не бывает практически. Мы использовали архивы данных с американских спутников. Есть такая программа «Лонсад», которая, значит, так, 8 спутников была запущена. Самый первый из них вообще в 1972 году. Но мы использовали данные с 1984-го, когда уже данные, значит, стали более качественными и похожими на современные. Ну и, соответственно, вплоть до сегодняшнего дня. То есть это такой более-менее однородный ряд наблюдений за 35 лет. И, в общем-то, исследования вот по этой части, они далеко еще не завершены. То есть работа продолжается до сих пор. Сейчас мы новую статью, в общем-то, уже отправили, значит, находится она у нас уже в варианте прибинта, выложена, где более детально как раз рассматривается вот эта вот спутниковая составляющая за 30-летний период. Но в том исследовании мы не успели его дести до конца, потому что пора уже было публиковать. И так 5 лет работали у вас. Правильно ли я понимаю, что... Прошу прощения, Андрей. Правильно ли я понимаю, что американцы передали нам информацию, а наших спутников не летало? Или наши просто данные секретят, чтобы нельзя было с них посмотреть? Ну, это тоже тема для отдельного разговора. Дело в том, что это именно достижение, получается, Соединенных Штатов, что они первыми стали вот эту вот технологию, современную технологию спутниковой съемки вводить, в то время как Советский Союз еще, да, делал очень качественные, но фотографические снимки. Они уже занимались космическим мониторингом. Сейчас эти данные находятся в открытом доступе. Значит, и, в общем-то, тоже единственный сервис, который предоставляют посутниковые снимки в открытый доступ. Более того, они их анализируют автоматически. Там, правда, коллектив авторов такой, половина, значит, из России. Они сделали несколько продуктов очень интересных, которые как раз позволяют достаточно быстро анализировать изменения лесного покрова. Ну, а дальше мы уже с помощью различных дополнительных материалов определяли, какие из этих изменений относятся, собственно говоря, к СМЕРЧАМ. Андрей Щипков, я прошу прощения, Андрей, мы должны прерваться буквально на несколько минут, секунд. У нас реклама, без нее мы никуда. Ну, а затем мы и башкирский СМЕРЧ покажем. Мне кажется, я нашел это видео. Продолжаем разговор с Андреем Шиповым, доцентом кафедры картографии и геоинформатики ПГНЮ. О, вот он, вот часть вот этого вот, вот, да шо ж такое-то видео. Вот так вот выглядит СМЕРЧ изнутри. Из машины снимали. Это, по-моему, кусочек башкирского СМЕРЧа на Ютубе есть. Он, его снимали, предоставили, не знаю, висюк разместили сотрудники ГТРК УФА. Вот. Ну, тут, ой-ой-ой, выглядит это, конечно. Насколько страшен черт, как его молюют? Зачем все-таки нужно изучать СМЕРЧи? Какую опасность они реально представляют обычному пермяку, отправляющемуся, не знаю, на отдых за город? Как можно от него уберечься? Где прятаться? Андрей. Ну, на самом деле, СМЕРЧи, они все-таки наблюдаются достаточно редко. То есть, вот те, которые вызывают действительно серьезное разрушение, это F2, категория F2 и выше они называются, значительными. Их количество, оно примерно в 5-10 раз меньше, чем, соответственно, СМЕРЧей слабых, то есть категория F0, F1. Поэтому говорить о том, что здесь есть такая-то, соответственно, такая реальная опасность с высокими, достаточно рисками индивидуальными, там, сопоставимыми даже с коронавирусом, вот тут не приходится. Но, тем не менее, это очень интересное явление с точки зрения, с разных точек зрения. Во-первых, в принципе, одно из самых малоизученных атмосферных явлений, поскольку до недавнего времени было очень мало информации. Во-вторых, попытка использовать частоту возникновения этих явлений как какой-то индикатор изменения климата. Это даже не то, чтобы индикатор, а то, каким образом, соответственно, их частота и интенсивность меняются в связи с теми изменениями климата, которые в последние десятилетия наблюдаются. То есть, эта задача, скажем так, более сложная, чем получить просто статистику на смерчах, потому что статистика должна быть еще однородной. Ну вот, на данный момент, можно сказать, все-таки такой однородной статистики у нас нет. Подождите, а с изменениями климата, то есть, какие-то выводы-то уже есть предварительные? Смерчей стало больше? Ну, вот в той статистике, которая опубликована в статье, там, естественно, есть такой взрывной рост, особенно где-то на последние где-то 10 или 5 лет назад, когда происходило, значит, массовое появление вот этих источников фото-видеоданных за счет появления у людей смартфонов, прежде всего. Но понятно, что этот рост, он искусственный, то есть, он вызван просто увеличением объема информации. Чтобы выделить реальный рост, который в природе происходит, мы как раз считаем, что использование спутниковых снегов это наиболее перспективный путь. И здесь нам что удалось показать? То есть, у нас очень много людей считают, что, а, вот смерчи действительно есть, но они появились только в последние годы, потому что раньше такого не было. Вот это вот глубокое заблуждение. Во-первых, тот же Ивановский смерч, он был достаточно давно, скажем, еще вперед до начала современного потепления, климата практически, в 80-е годы он только начинался. И он был не единственный. Вот в 80-е, в 90-е годы были сильные смерчи. Нам все-таки эту составляющую удалось как-то вычленить, по крайней мере, по европейской части России, по ее лесной зоне. Установить, что да, рост есть, он статистически значим, но он, конечно же, не сопоставим с тем, что показывает нам статистика со всех источников данных. То есть он не очень значительный. Как мы это сделали? Мы выделили именно сильные смерчи и выделили только все смерчи, которые прошли по лесам. То есть там более-менее одинаковые данные. Да, он есть, но не является он каким-то экстремальным. Андрей, скажите, вот я сегодня новость прочитал буквально на лентеру. Россияно предвлекли разрушительные природные катаклизмы летом. 2020 год. Не предстоит удивлять. И здесь в том числе написано, что по прогнозам в стране ожидается рост ветровой нагрузки. Соответственно, могут пройти смерчи и ураганы. Можно как-то предсказать появление смерчи или урагана? Ну, за такой продолжительный период, естественно, это сделать нельзя. Потому что чем атмосферное явление более локальное, тем оно хуже прогнозируется. Например, вот самые такие охватывающие большие территории, волны тепла, как, например, то, что наблюдалось нынешней зимой, ненадёжно прогнозируются уже более чем за 7 дней. А смерч как явление локальное. В Соединённых Штатах в среднее время предупреждение непосредственно о том, что идёт смерч, оно составляет 13 минут, и каждая минута добавления считается там великим достижением. Ну, потому что, во-первых, это спасает жизни людей, во-вторых, это очень сложно, поскольку именно само возникновение смерча иногда может занять буквально несколько десятков секунд, как можно убедиться на некоторых видеозаписях, в том числе из России, из Белоруссии, в которых большинство появляются. Вообще говоря, прогноз смерчей можно на две части разбить. То есть, первый — это прогноз вероятности смерчей. Это, по сути, элемент краткосрочного прогноза погоды. И вот здесь есть как раз определённая проблема, что у нас Росгидромет вероятность этого опасного явления по сути своих прогнозов исключает, даже тогда, когда она реально существует. А второе — это уже предупреждение, то есть предупреждение о повещении, которое сделается на основе данных радиолокаторов метеорологических и так далее. Но, по сути, это полуаводопрактика широкая. Она тоже есть только в США. А в других странах её, по сути, нет. — А почему? — Ну, потому что, во-первых, нету таких рисков. То есть, всё-таки в США каждый год от смерчей погибает несколько десятков человек. А погибало бы на порядок больше, если бы не эта система и не готовность людей реагировать. То есть, сама опасность явления и повторяемость. А во-вторых, то, что, да, у них, соответственно, очень давно существует практика. По поводу, например, данные с тех же радиолокаторов, которые являются основным источником для именно оперативного предупреждения. Не только смерчей, но и там шквалистого ветра, кухнула града. У них там уже, по-моему, последние лет 30 существует покрытие данными всей территории страны, доступное для любого жителя. И, главное, многие люди ещё умеют эти данные читать, скажем так, смотрят на картинку и понимают, что там вообще происходит. У нас, в общем-то, нет ни первого, ни второго недоступных данных. Ну и, соответственно, они там где-то как-то из-под полу достаются, но, соответственно, работают с ними умеют только люди, которые конкретно интересуются погодой. Поэтому у них так популярны, например, ведущие прогнозов погоды. Это настоящие звёзды телевидения американского. Последний вопрос, Андрей. Что касается прогнозов на этот год, на ближайшие несколько дней в Перми, там что вы можете сказать? Ну, если говорить про ближайшие несколько дней, у нас произошло вчера на западной части Европейской России такое впечатляющее похолодание на 20 градусов буквально за несколько часов, особенно в Западу, в Москве. Там в один день было сначала плюс 20, плюс 22, а вечером пошёл снег. Это достаточно уникальное явление. До нас этот холодный фронт, он дойдёт завтра в первой половине дня, но таким контрастом он уже не будет. Тем не менее, температурный контраст всё равно будет значительным. То есть сегодня у нас ещё тепло, даже, можно сказать, очень тепло для вот этого периода. То есть днём выше 20 градусов и локальные кратковременные дожди. А дальше вот завтра утром, утром в Перми, там, днём по востоку края подойдёт этот холодный фронт с дождями, возможно, с грозами, особенно по востоку края, и дальше будет резкое похолодание, градусов на 10-12 тоже за пару часов. То есть плюс 18 где-то до плюс 6-7 температура резко упадёт. Причём произвёт это в середине дня, и надо к этому быть готовым. И дальше нас ждёт такой прохладный период неопределённой продолжительности, но он не будет именно что холодный. То есть температура будет колебаться днём где-то от плюс 12 до плюс 17. Вот в таких пределах вполне нормальная погода для середины мая. Может быть, с небольшим отрицательным отклонением от нормы, но единственное неприятное, что могут быть заморозки в ночь на пятницу. Но опять же, если они будут только слабые, не везде, и опять же, для второй декады мая это совершенно нормальное мнение. Каждый год заморозки бывают. Это был прогноз от Андрея Шихова, доцента кафедры картографии и геоинформатики по ГНЮ, с которым мы сегодня разговаривали в том числе и про его исследования, про исследования смерчи. Спасибо большое, Андрей. Рады были, что вы были с нами в такую рань на прямой связи. Удачи вам в ваших научных делах дальнейших. До свидания. До свидания.